Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наши беседы по деянию сестых апостолов. И напомню, что в последний раз мы разговаривали по поводу второй апостольской проповеди Петра, которую он произнес в храме после того, как исцелил одного храморожденного человека, который просидел очень долго у храма, уже, как сказано в дни деянистых апостолов, уже около 40 лет было этому человеку. И вот он, рожденный от чрева матери храмым, просидел все какое-то время, очевидно, долго все его знали возле храма, Петр его исцелил именем Иисуса Христа, и собрался по этому поводу народ, и апостол Петр произнес проповедь. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Как только проповедь закончилась, сразу же подошли к апостолу Петру священники духовенства, так скажем, ветхозаветного храма, и пригласили его на судилище, на Синедрион. Все те же самые лица, Анна, первосвященник Анна и Каиафа, вот другие судьи, которые, напомню, что на самом деле прошло очень-очень немного времени после распятия, смерти и воскресения Иисуса Христа, и вот все это вот те же самые люди, которые судили Христа, и сейчас они спрашивают, приглашают, приводят, пока не применяя к ним никакого насилия, пока апостола Петра и Иоанна, и спрашивают апостола Петра, какой силой или каким именем вы сделали это? Петр отвечает очень дерзновенно и настолько смело и решительно, что это не остается без внимания. И священники видят, что он необычно смел. Это действительно необычная смелость, если мы вспомним, как вел себя Петр, вот совсем, опять-таки, напомню, недавно, совсем вот несколько недель назад, когда Христа взяли на распятие, как он испугался вопроса одной единственной служанки, как он вот отрекся от Христа, как он не посмел явиться на судилище, не посмел явиться на Голгофу, как он боялся. И вот, очевидно, как ему не трепетать природному иудею, человеку обычному, некнижному, простому рыбаку, как ему не трепетать, видя перед собой такое, вот, так скажем, маститое собрание первосвященник, священники, люди книжные, люди знающие, люди имеющие авторитет, власть. Они признаны этим обществом, они сила, они, действительно, вот, некоторый фундамент этого общества. И он, перед ними, простой рыбак, он должен был, по идее, прийти в трепет, но он не боится их, он смело говорит, не только, вот, кратко выражая веру во Христа, он смело их обличает. Христа, которого вы распяли, Христа, которого вы убили, он совершенно не боится их, и вот эта смелость их чрезвычайно настораживает, и, видя, что, в принципе, он человек необразованный, а говорит так решительно и смело, это еще больше вводит их недоумение, что это за человек, как он так себя ведет, кто он вообще такой на самом деле. Он произвел чудо, свидетелем которого они были, огромная масса народа была свидетелем этому. Он только что говорил проповедь, в которой ссылался на тексты священописания, ссылался очень уместно, будто бы имеющий какое-то образование, хотя, очевидно, теперь они понимают, никакого образования у него нет. И попав к книжникам и священникам, он вместо того, чтобы занять привычное для любого иудея состояние подчиненности, состояние слушания тех, кого Бог поставил над ними, он вместо этого начинает им чего-то свидетельствовать, их чему-то учить, и более того, их обличать. Вот это, конечно, так скажем, поведение из необычной, и это сразу обращает внимание тех, кто его привели как бы на допрос. Но самое главное, о чем говорит им вот в этой своей, очень короткой, он не проповедует им, вот как-то развернутым, видя тем более, что он только что произнес проповедь, свидетели которого они были, и он это знает, он это заметил. Самым важным вот в этой короткой речи Петра перед Синедренным являются следующие слова, он говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени, только это. Конечно, мы знаем, кто хоть сколько-нибудь читал Священное Писание Нового Завета, слышал апостольские отрывки, которые читаются вот в церкви на великие праздники, воскресные дни. Вот это общее апостольское свидетельство, особенно ярко на эту тему, говорит апостол Павел. И вот здесь впервые это озвучивает апостол Петр. Нет другого имени, кроме имени Иисуса, которое надлежало бы, которым бы надлежалось, возможно, было человеку спастись. Это на самом деле совершенно иное представление о духовной жизни, или, так скажем, о духовных реальностях, чем наши бытовые представления, чем вот то мировоззрение, религиозное мировоззрение, которым в целом сейчас живет подавляющее большинство религиозных людей, не только у нас в стране, но и вообще, в принципе, в мире. Сейчас основой, таким, скажем, креугольным камнем любой веры, любого религиозного представления человека является мысль о том, что Бог один, что Он единственный, единый, что Он один. И все народы как-то по-своему этому Богу поклоняются. Вот это вот на самом деле, как это ни парадоксально, это вот на самом деле первая заповедь любого религиозно мыслящего человека вот в конце 20 века. Бог один, но каждый народ, каждая религия, каждая духовная традиция идет к нему разными путями. И нельзя не заметить, что апостолы исходят совершенно, и вот свидетельствуют о совершенно других духовных реальностях, и свидетельствуют о том, что на самом деле они считают, что другой краеугольный камень должен быть положен в основу подлинного церковного мировоззрения, а не просто религиозного, что на самом деле нет другого имени, кроме имени Иисуса, которым мог бы человек спастись. И стало быть, нет другого человеческого, другой человеческой или Бога человеческой, Богом установленной человеческой обществе, кроме церковь, в которой человек мог бы спастись. Нельзя, призывая другого, имя какое-то другое, обрести спасение. Только вот именем Иисуса. Это вот на самом деле фундамент их веры. Подчеркнем, что вот об этом, о том, что имя Иисусова является краеугольным камнем вот того, что мы называем тайной спасения человека, апостол Петр свидетельствует не язычникам, не безбожникам. Он свидетельствует народу богоизбранному, он свидетельствует отцам, священникам, призывающим имя Божье. Тут, напомню, находится первосвященник, который знает имя Божье и священную, так его называют богослово-священную тетраграмму. И он произносит это имя в тот день, когда положено его произносить. Это имя в день великого очищения, входя в святая святых. И вот они произносят какие-то другие имена Божьи, которые встречаются на страницах священного писания. Это люди, знающие о Боге, это книжники, это люди, священнодействующие Богу, то есть, несомненно, призывающие Его. И люди, как бы, хранящие верность постановлением и установлением своих отцов, то есть, тех, от кого они получили, приняли эту вот традицию священнодейства, традицию призывания имени Божьей, то есть, они вот хранители, хранители сокровий, духовных сокровищ израильского народа. Они помогают этому народу осуществлять свое, вот так сказать, богоизбранничество. И это особые люди. И вот он им теперь говорит, что на самом деле все, что вы сейчас вот делаете, все, что вы делали до этого, это ничего не значит. Теперь даровано человеку имя, которым человек может спастись. Он этим свидетельством перечеркивает весь их нынешний опыт священнодействия, потому что они ведь призывают другое имя, а не имя Иисуса. Он перечеркивает всю вот такую имя, так неправильно узко понятую традицию вот ветхозаветного священства, и говорит о том, что на самом деле этого и раньше было недостаточно, на самом деле, и вот теперь тем более недостаточно, что на самом деле человек, ведь все хорошо, прекрасно знают, что человек, вот любой праведник в Израиле, живший до того, как на землю пришел Христос, он не обретал спасение, потому что не пришел еще Мессия. И Иов об этом со всей болью, горечью и ужасом свидетельствует о том, что Иово, человека, засвидетельствовано великими милостями от Бога, засвидетельствовано самим Богом, что это величайший праведник на земле, что и Иово ждет мрак преисподний, и Он сойдет к праотцам. И вот, то есть на самом деле, ветхий Израиль это очень хорошо понимал, что праведность сама по себе не спасает. То, что сейчас, конечно, ушло и забыто, вот именно потому, что все мы живем в мире, пусть даже его иногда называют постхристианским, но все-таки он именно после христианства, то есть он живет в мире пропитанным христианским благовестием, ключевым свидетельством этого христианского благовестия является как раз о том, что Христос смертью смерть попрал, Он разрушил твердыни и опоры адовы, Он открыл человеку рай, Он открыл человека, человеку Богу, Он открыл человеку возможность с этим Богом соединиться, быть с Ним вместе. Вот это ключевые, основные принципы христианского свидетельства, и мир сейчас живет во многом еще, вот продолжая или живя наследием этих свидетельств о том, что действительно люди попадают, так скажем, на примитивном уровне современного западного сознания, люди попадают в рай, достаточно совершить несколько хороших поступков. А апостол Петр говорит древнему Израилю, который, хотя и богоизбранный народ, и евреи помнят и чтут эту свою богоизбранность, но он напоминает им о том, что на самом деле, вот ведь все ваши священодействия, и все ваше призывание имени, которое призывали священного имени Божьего, было недостаточно, вы не могли спасти человека, ведь он все равно умирал, и все равно сходил в преисподнюю, и никакие его дела, никакая его праведность, ничего в этом изменить не могла. Ныне открывается тайна спасения, ныне открывается действительно возможность человека вернуться к Богообщению, вернуться и стать своим Богом. И этот возврат к Богу, это обретение Бога, возможно только одним единственным способом, через призывание имени Христова. И вот в этом исключительность свидетельства апостола Петра, оно естественно и для нас исключительно, надо помнить вот этот краеугольный камень апостольской проповеди, что только именем Христа, именем Иисусовым может спасти человек, может преодолеть смерть, может преодолеть вот узы греха и беззакония, только это спасает, и больше нет другого имени, которым человек может открыть для себя объятие Бога. Даже скажем по-другому, нет другого имени, иного имени, которым бы человек мог открыть для себя объятие Отца Небесного, объятие Бога как Отца. Только в Иисусе, только во Христе, человек обретает Бога Отцом, только во Христе он становится Сыном. Все, что не становится Сыном или Дочерью, все, что не усыновляется Богу, оно по определению не может спастись. Речь идет не об Аде, не об Рае, категории совсем другие. Спасение есть усыновление Богу, вступление в общение с Богом. Если человек думает и мыслит, что он за какие-то свои дела может обрести какое-то блаженство, даже если он его обретет. Даже если такое предположить, не в этом содержание смысл, конечный смысл жизни и бытия человека. Смысл и полнота счастья для человека возможны только тогда, когда для него открывается объятие Бога. Не какое-то место, данное ему Богом, а сам Бог обретается человеком. Бог становится его Отцом. Он обретает Бога как Отца. У него устанавливается с Богом сыновнее отношение, а сам он становится Сыном Божиим. Вот что является спасением и иного имени, чем имени Иисус, здесь быть не может. И характерно, ответная позиция священников, они ничего не могут на это возразить, потому что слишком решительно, слишком необычно смело, дерзновенно ведет себя апостол Петр, настолько дерзновенно, настолько сила, исходящая из его уст, настолько сильны его речи, что они сами приходят в смущение и не знают, что сказать. Они не могут привести ни одной фразы священного Писания, они растерялись, думая, что увидят перед собой растерявшегося Петра. И кроме того, чудо очевидно. И очевидно, что это благодеяние. И очевидно, что на самом деле никто другой не может сделать, то есть человек не в состоянии сделать это чудо, это чудо Божие. И этот человек, апостол Петр, действительно, призвав имя Иисуса, смог совершить невероятное чудо. И они не знают, как это объяснить. И вот это смущение, очень, так сказать, их трепет, он виден. Они боятся народа, они рады бы что-то, может, и сделать лукавое, может, даже злое по отношению к апостолу Петру, но ничего не могут сделать, потому что боятся огромного, воодушевленного народа. Вот как тут сказано, по поводу вот этого чуда, около пяти тысяч обратилось в этот день к учению о Христе. И эта вот толпа, она большая, огромная, и все понимают, что Петр сделал чудо, и они боятся народа. Он не боится их, как книжников, как синедрион, как священников, а эти священники боятся народа. И когда они пытаются заставить Петра замолчать, не говорить об имени Иисуса, Петр им справедливо говорит, судите, справедливо вы перед Богом слушать вас более, чем Бога. то есть они одержимы страхом человеческим. Он не имеет страха человеческого, он имеет страх Божий. Он и говорит, и потом он эту фразу продолжит по-другому, скажет, кого больше надо бояться, вас или бояться Бога. То есть на самом деле страх человеческий, он противопоставлен страху Божьему. Вот священники сейчас, они одержимы, ну и не только, сейчас мы знаем из свидетельства священописаний, евангельских писаний, что и Христос их за это обличает, что на самом деле они больше ищут славы человеческой, мнение человеческое им дороже. Они и вот в последние дни страстей Христовых вели себя именно все делали так, чтобы вот сделать что-то в угоду народу или чего-то не сделать, чего народ не принимает. Когда их Христос спрашивает вот по поводу каких-то конкретных свидетельств священописания, например, крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека, они ничего не отвечают, потому что боятся народа, народ почитает Иоанна Крестителя за пророка. То есть все их поведение, вся их жизнь пропитана человекоугодием, страхом человеческим и потому лицемерие. Есть такой псалом, который 52-й, который говорит о том, что Господь рассыпал кости человекоугодников, что человек, который живет не страхом Божьим, а ищет как бы угождать человеком, он не может быть рабом Христовым. И апостол Павел, мы еще дойдем до этого, также говорит, если бы я угождал человеком, то не был бы рабом Христовым, я не мог бы служить Богу, я бы стал рабом человек. И вот на самом деле в такой совершенно простой, буквально бытовой, почти жанровой ситуации он их обличает, по сути дела, он обличает, вы священники, вы книжники, вы знатоки священного писания, вы должны меня учить, как жить, исполняя заповеди Божьи, а на самом деле вы сейчас думаете о том, а что скажет та толпа народа, которая собралась за стенами судилища, что они скажут по этому поводу, вас это гораздо больше волнует, то есть на самом деле вы Бога совсем не боитесь, и им и на это нечего возразить, но нам важно, что фактически это общий так сказать пафос, общий стержень не только проповеди апостольской, но вообще апостольской жизни как таковой и как она раскрывается во всех текстах, во всех стихах священного писания, Нового Завета, что они были в первую очередь служителями Божьими, и главным мотивом того, что они делали, был страх Божий, и только это помогало им преодолевать или не обращать внимания на страх человеческий и, что гораздо важнее, на человеку угодья, это апостолы пронесли вот этот как бы знамя вот нелицемерного служения Богу, знамя противопоставления себя вот человеческому вот какому-то мнению, человеческим каким-то вот представлением пронесли через всю свою жизнь, и это знамя подхватили мученики, они ведь всегда имели возможность пойти с миром на компромисс и никогда не шли, вот мы смотрим, читаем например житие святой великомученицы Екатерины, ведь ее пытались обольстить, ей предлагали какую-то ну вот возможность компромисса, возможность компромисса с царем, с его верой, с его позицией, вот, но в конце концов можно найти какие-то вот вещи, когда можно сохранить свою жизнь, и, ну вот не обязательно так принципиально идти против идолов, найти какой-то компромисс, святая великомученица Екатерина категорически все это отвергла и пошла на смерть, мы смотрим, что такой же компромисс предлагается например вот в житии святых мучениц веры, надежды, любви, когда девочки отвергают возможность какого-то богатства, брака, вот, ну и всего лишь то надо, то есть какую-то мелочь сделать, буквально формально сделать мелочь и не отказывается вот именно принципиально и бескомпромиссно противопоставляя себя мнению миру, не важно что вы думаете, не важно что подумаете, главное исполнить заповедь Божьей, и вот именно в служении, принципиальном служении заповеди Божьей и конституируется, становится, обретает фундамент бытие и апостольской проповеди, бытие церкви вообще. поклонимся святому Христову воскресенью, всебо прииде крестом радостем миров, миров. миров